В каких странах мира свободу вероисповедания нарушают сильнее всего? По этому вопросу перед Европарламентом отчиталась во вторник Международная неправительственная организация «Права человека без границ». «Мы определили две основные группы стран, которые не следуют международным стандартам ООН. Первая – это мусульманские страны, потому что они криминализируют обычные действия, связанные со свободой религии. Вторая – коммунистические или посткоммунистические страны, которые создают системы контроля всех религиозных групп». В отчёте перечисляются 27 стран, которые по положению дел на 2012 год вызывают особое беспокойство. Самыми злостными нарушителями религиозных свобод признаны Северная Корея и Иритрея, после них идёт Китай. «Все религиозные ассоциации находятся под контролем государственных органов. Если они не объединяются с властями, то оказываются вне закона и подвергаются жестокому преследованию». Автор отчёта и члены Европарламента вместе подчеркнули определённые группы, которые подвергаются репрессиям в Китае. «Мы особенно обеспокоены продолжающимся широкомасштабным преследованием в отношении приверженцев Фолуньгун. В отчёте говорится, что начиная с 1999 года Фолуньгун подвергается наиболее обширным и жестоким преследованиям, и что сотни тысяч человек оказались в тюрьмах за свою веру». Один из членов Европарламента проводит параллель между методами китайской Компартии и тем, что он сам пережил в своё время в Венгрии. «Эти тоталитарные системы боятся любой автономии. У религиозных групп независимое мышление, у них своё учение и своё поведение. Они уже не будут подчиняться любым приказам». В отчёте также содержится список имён некоторых заключённых за веру в 18 странах мира. «Что касается Китая, факт в том, что за последние несколько лет там не было почти никакого прогресса в вопросах свободы религии. И нужно сказать, что у нас есть список заключённых, которые ЕС и неправительственные организации могут использовать, чтобы потребовать их освобождения». В скором времени Европейский союз должен принять стандарты в отношении свободы религии и вероисповедания, что в свою очередь послужит руководством для действий европейских политиков в отношении других стран, включая переговоры о правах человека.